Первым делом пассажир, когда оказался в салоне автомобиля, имеет право потребовать лицензию. Скажите, пожалуйста, имеются ли у вас такие документы? Конечно же имеются. С таким водителем и в путь не страшно. Есть лицензия и у Дмитрия Зинкова. Он рассказывает, что его работа требует повышенного внимания не только к документам, но и к безопасности клиентов. Каждый его рабочий день начинается с осмотра машины. После он проходит медицинское освидетельствование. За рулем он проводит не более 12 часов. Скажем вам честно, что ни один клиент ни разу не спросил, есть ли у меня лицензия. Ну, так, по сути, документы все в порядке, есть лицензия. То есть получаем мы каждое утро путевой лист, выходим на линию, проходим медицинское обследование. То есть, соответственно, у нас медик смотрит, как мы себя чувствуем. Интенсивное движение в городе заставляет самарцев задуматься о своей безопасности. Многие отдают предпочтение все-таки легальному перевозчику. В случае чего там есть хоть какие-то гарантии. Сесть за руль легального такси может не каждый. Специальную лицензию выдает Минтранс на 5 лет. Ту самую заветную бумажку водитель должен предоставить по первому требованию пассажиров. Требования есть и к салону автомобиля. Справа от шофера должна располагаться памятка с информацией о перевозчике, тарифе и оплате услуг, а также куда можно обратиться с жалобой. Еще в авто должно быть чисто. Снаружи машина должна быть оборудована оранжевым фонарем. На кузове специальные знаки, так называемые шашечки. Жалоб от клиентов такси не так много, но все же есть. В первую очередь претензии нужно направлять в Министерство транспорта Самарской области. В случае невыдачи чека либо иного документа, подтверждающего оплату, необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу. Также в случае хамства, грубого отношения, либо недачи-сдачи, это нужно обращаться в правоохранительные органы. А вот в случае навязывания дополнительных платных услуг, таких как детское автокресло, либо двойной тариф в ночное время, либо в часы пик, нужно писать в Роспотребнадзор. Его сотрудники рекомендуют не терять деятельность. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.